Сегодня мы будем говорить об устройстве мира и человека с точки зрения скрытых возможностей. То, чем мы сегодня не пользуемся, и этим благом, чтобы мы воспользовались нашей жизнью в этом мире, мы будем говорить об этих скрытых энергиях, способностях, талантах, скрытых законах природы, с которыми, если мы будем взаимодействовать, мы сможем создать цивилизацию, великую цивилизацию. Мы сегодня будем говорить о глобальных вещах, сегодня такая тема. Человек и мир – это сильное сочетание должно быть. Основы бытия, они описаны и классифицированы в этих древних посланиях. Мы сами ничего не знаем. Мы все люди, мы не знаем такие вещи. Это сверхчеловеческие знания. Это вне нашего опыта. Мы можем только услышать, либо принять, либо не принять. И жизнь человека здесь сравнивается с человеком, идущим в пустыне. Мы в состоянии риска находимся. Мы рискуем жизнью своей, если что-то неправильно будем делать. Мы всей жизнью рискуем. И вдруг вы идете в пустыне, вы жаждете воды. Вода дает вам жизнь. Вы умрете без воды. И вдруг видите, навстречу человека, такой бодро шагающий, насыстывая песенку. Вот вы тут уже почти умираете уже, а вот тут человек идет бодрый. И вы спрашиваете, где-то вода есть? Говорит, да. Он туда идет. Там есть вода. У вас есть выбор проверить как-то это, усомниться? Проанализировать это, исследовать все это? У вас нет выбора. Вот мы в каком положении находимся. Либо мы принимаем это юридическое знание, либо мы не принимаем. Но проверяется на практике. Идите, и получайте воду. Вы увидите, когда придете, тогда получите воду. К сожалению, мы идем за миражом сейчас. Нам кажется, что будет все хорошо. Мираж воды тоже существует, такое явление. Конечно, это отражение настоящей воды, но это мираж, там нет воды. Счастья-то нет. Поэтому у нас, видите, выбора нет. И то, что я получил, чем я руководствуюсь в жизни, это пятью основами бытия. Пять основ бытия. Сейчас вы увидите, это интересная картина, очень интересная картина. Это дает нам много. Кстати говоря, я бы не участвовал в этой передаче никогда бы в жизни, если бы не знал пять основ этих бытия. Я бы не смог давать никаких лекций, я бы не смог быть так уверен в том, что я говорю. Хотя я же не знаю эти вещи, так? Но если вы знаете пять основ бытия и знаете себя, до какой-то степени вы уже знаете многое. Познай себя, познаешь все, говорится, весь мир. Потому что я, как личность, как человек, маленькая модель вселенной, всего этого вселенского бытия. Эти пять основ в моей природе заложены тоже. Поэтому я могу это применять и убедиться на практике, что это работает. Я могу взаимодействовать с миром. Потом я скажу об этом по секрету. Это открытый секрет, знаете, если даже я скажу, он останется секретом для тех, кто этого не будет делать. Это останется все равно секретом. Как только вы начнете это делать, вы увидите тайна перед вами. Пожалуйста, живите в ней. И первая основа бытия – это Бог. Сверхдух. Как мое сознание пронизывает все тело, я его чувствую. Так же сверхсознание пронизывает всю вселенную. Посмотрите, как работают муравьи, бобры, как прилетают птицы. Вы увидите, что все живые вещества руководствуются каким-то знанием. Это не их знание. Они простые живые вещества, они не знают никаких наук, но они действуют, побуждаемые вот этим инстинктом, чьим-то знанием, каким-то сверхсознанием подчиняются этому инстинкту. Единственное, кто может не подчиниться – человек. Но оно право выбора. А остальные нет. Остальные живые вещества подчиняются законам природы. И вот это первая основа бытия. Изучите. Однажды я когда-то ходил в лес, еще учился в школе, на Сахалине, когда мы жили на севере Сахалина, и там есть такой кедровый славник. Я больше нигде, собственно, его не видел, только там, на Камчатке и Сахалине. Это кедр, который стелется по земле. Я пошел за шишками. Когда возвращался из лесу, меня встретил в черте города какой-то пожилой человек. И спросил, ты был в лесу сейчас? Что там, много шишек? Я говорю, в этом году у шишек просто море. Огромное количество. Прогом они шишки. И он мне сказал такую вещь, которую я думал потом, до сих пор думаю, не могу понять. Он сказал, значит, будет много красной рыбы. Ну, как это связано? Вот как это связано, понимаете? Какие-то есть законы еще природы, которые я наблюдаю, а вот объяснить не могу. Не вижу связи сам, но есть связь, видите, могу наблюдать. Много шишек у родил из кедровых, значит, будет много красной рыбы. Замечено. То есть, есть вот это какое-то еще сверхсознание, вот это то, что называется инстинктом, который управляет живым веществом. И это первая основа бытия, что нужно признать, что мы живем в мире, неизвестном с этой точки зрения, который выше нас. Да, его называется божественное природное устройство. Вторая основа – это я сам, душа. Значит, сверхдуша и душа. Я тоже душа, смотрите. Я тоже к этому природе принадлежу. Я могу с ней быть вместе. Но я маленькая душа. Я, как бы, ну, часть целого. Моя функция, как части, служить целому. Это вторая основа бытия. Видите, какая позиция интересная? Уже правильная позиция. Я уже не в духе господства, не в духе какого-то разрушителя прихожу, а в духе уже служения, в духе доброжелательного прихожу в этот мир. Потому что есть сверхсознание, я с ним сотрудничаю. Так, сверхсознание желает благо каждому живому существу. Я должен делать то же самое. Для каждого живого существа о благе его думать. Хорошо. Это вторая основа бытия. Третья основа бытия – это карма, деятельность, о которой мы упоминали. Что же такое деятельность, карма? Разобраться в этом. В законах кармы. Последствия, акция, реакция – нужно разобраться в этом. Четвертая основа бытия – это время. Нужно учитывать время. В какое время мы сейчас живем? Какая-то юга эпоха. Потому что есть влияние времени непредалимое. Срок жизни – это то же время. Суточные часы – это то же время. Нужно знать, в какое время, с чем я должен заниматься. Нужно как бы с временем сотрудничать. Это время. Нужно изучить циклы времени и жить со временем. И пятая основа бытия – это сама материальная природа. Как она устроена. Гуны материальной природы, качества материальной природы. Вот этих пять основов бытия. Если мы знаем, мы сможем познать себя и окружающий мир. Это пять основ, пять постулатов. Незыблемых, вечных. Мы не ищем легкой жизни. Если мы говорим, что жизнь имеет суровые законы. А потому что она учитель. Мы должны научиться. А этот нелегко. Да, мы знаем. Учитель строг, бывает суров. Природа-мать, как учитель, тоже суровая и строга. Бог, он тоже строгий, суровый, говорит. Его законы незыблемы, не меняются. Вот что посеешь, что пождешь. Даже за ошибку ответишь. Природа такая суровая, материальная. Даже за ошибки, мы невинные ошибки. Можем расплачиваться очень горько. Ребенок, он же невинный. Он же совершенно наивный. Берет спички, ему же интересно, а дом сгорает. Ой, как суровые. Какие суровые законы, смотрите. В таком мире мы живем, оказывается. Высший закон. Я сейчас скажу одну вещь. Высший закон. Это не закон кармы. Закон кармы не высший закон. Высший закон – это любовь и прощение. Если мы сможем войти в этот ритм образа жизни, заданный человеку свыше, мы сможем понять этот мир, его устройство. Ну, так же, как свободный человек – это тот, кто законы государства соблюдает. Но он свободный. А вот этот человек, который хочет освободиться от всех законов государства, он в тюрьме оказывается. Видите, он оказывается не свободным. Так кто же свободный? Кто-то следует законам государства или тот, кто пренебрегает законами государства. Вор считает всегда, что он свободный человек, но большую часть жизни проводит в тюрьме при этом. Он думает. Это самомнение всего лишь на все. А свободный человек следует закону государства, и поэтому он свободен. Видите, ему дается право выбора. Также, если мы учтем все эти законы природы, изучим их, прекратим как эту бездумную, бесполезную деятельность ради просто выгоды, ради выгоды, мы сможем понять себя и мир на практике. Не только теоретически вот так вот обсуждая что-то в кабинете, а в жизни сможем понять. В мире, если говорить о научном мире, хорошая тема, очень важная тема, потому что наука в каком-то смысле сейчас занимает место Бога для многих людей. Такой авторитет науки сильный. Во всяком случае, в моей молодости это было абсолютно так. В Советском Союзе наука была вместо религии на месте Бога. И то, что ученые доказывали, беспрекословно принималось. Наука высочайший авторитет имела. Сейчас меньше. В моих глазах сейчас наука не имеет уже такого авторитета, как раньше. Почему? Есть два направления науки. Orso-dox и orso-practice. То есть ортодоксальная наука существует. Есть другая наука. Orso-dox. Это латинское выражение. Orso означает правильный. Докс-доктрина. То есть я предлагаю какую-то гипотезу. Я думаю, что вот так правильно, логично. Предположить. Наука гипотетического у нас такого свойства. Мы предположения мыслим, фантазируем, фантастику пишем. Это все ортодокс. Это может быть так, это может быть так, это может быть так, и в будущем может быть так. А есть orso-practice. Orso означает правильный, практик, практика. То есть если у вас есть какая-то теория недостаточная, вы должны проверить на практике это. Тогда уже заключение делаем научно. Потому что цель науки счастье. Освобождение от страданий. Прояснение противоречия. То есть как раз освобождение от всех проблем. Это цель любой науки. Предназначение науки как таковой. Поэтому сначала предполагаем, догадываемся, а потом проверяем на практике. Научный мир. Знания мы берем из природы, из законных природы. Знания заключены во Вселенной, на Земле, в самой природе. И мы проверяем с этой природой соответствие. То есть природа она покажет нам, что правильно, что неправильно. Что работает в жизни, а что не работает в жизни. Если мы с вами испортим планету, это научный будет подход к жизни. Если мы испортим себе здоровье, разрушим семьи. Если мы абортируем детей, десятки миллионов в год в мире. Это научный подход, скажите мне. Если мы сделаем хорошие дороги и хорошие скоростные машины, мы будем более счастливы. А на практике что? На практике также есть недостатки этой теории. Есть пробки, есть загрязнения окружающей среды. Есть нефтяные проблемы. Есть больше проблем, чем мы ожидали вообще. Давайте разберемся, что же научно, что не научно. Работает ли на практике? Лучше ли стала наша жизнь? Чище ли стала среда, в которой мы живем? Нет, она стала грязнее, значит не работает. Не научно. Мы живем на ненаучной основе, потому что мы не достигаем счастья и мира. Вот мое утверждение. Наука перестала решать философские вопросы, она ушла от знаний, она стала технологии разрабатывать. Это не наука мудрецов. Это наука простых людей. Это не считается еще даже знанием как таковым. Ну, например, это просто комбинация этих элементов. Это еще не знание, это просто комбинация элементов. Я беру муку, беру воду, смешиваю там с маслом, получается тесто, хлеб. Вот и вся наука, что тут. Вот я тоже химию беру, так элемент, так, всяк, вот и получается это. Это не считается наукой. Это просто я вот смешиваю какие-то элементы и наблюдаю их. А вот откуда это все? Ну вот смотрите. Нас учат, когда я проходил предмет химии, наука. Была наука будущего тогда, знаете, химия, боже мой. Трансформация материи кого-то не интересует. Берете одно, получаете другое. Можете из воды золото вообще сделать. Ой, какие перспективы, не так ли? Вот мы берем, смотрите, доказываем. Водород, кислород, смешиваем, соединяем. Вода получается, видите, есть трансформация. О, можно управлять уже. Давайте изучать. Но это же обман. Послушайте внимательно. Это же форменный обман. И мы даже не замечали в школе, что нас колоссально обманывают. Даже сам преподаватель не понимал, что он обманывает. Вот берет водород, кислород, и он так преподает. Это не преподавать называется, называется надувать. Потому что где связующая сила? Вопрос, что соединяет эти элементы? Да, вот стоит, вот есть водород, вот кислород. Воды может и не быть, пока их не соединить. Мир, видите, какой разумный. Тут есть и вода, и горы, и воздушное пространство. Вовремя дожди идут, и циклы солнца. Это развито неразумное устройство для жизни. К сверхразумное устройство жизни. Смотрите. Вот рак. Где что-то за соединяющая сила, которая материю может сделать, соединяя в воздушное пространство, какую-то материю в камень. Вот что это за энергия? Чем она управляется? И тут мы открываем ведические книги. Кстати, их изучали когда-то советские ученые. Некоторые разделы, что касается оружия. Потому что там описываются различные виды оружия, основанные на разных стихиях. Нам не все виды оружия известны сейчас. Ядерное оружие, прототип этой идеи была как раз из этих трактатов. Прототип пришел. Сама идея этого всего. И там описывается, что это оружие, брамастр, ядерное оружие, вызывается при помощи звуковых вибраций особых. Можно ее вызвать. Вот чем владели в прошлом люди. Мантры. Также могли мантры взаимодействие с водой привести или с воздушным пространством. И вызывали, скажем, ураган сильный на поле битвы. Или вдруг потоки дождя могли пойти, внезапно собрались какие-то вещи. То есть могли управлять какими-то материальными элементами. Но управляет звуковая вибрация. Так и говорится, что свет, уплотняясь, переходит в волну. Волна, уплотняясь, переходит в вещество. Вещество, распадаясь, переходит в свет. Этот круговорот лично происходит. Связанный с солнечной энергией и звуком. Каждое утро начинайте свой день именно так. Вы должны выразить при помощи звука, спеть что-то, воскликнуть что-то. Очень важно выразить вот это вот счастье. Не держите при себе. Потому что когда мы гневимся, мы тут же начинаем громко говорить. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Это звук? Но он портит все, он скверняет все этот звук. Он входит куда-то в клетки мои, понимаете. Я себя плохо чувствую, потом вспоминаю эти звуки, и у меня плохо становится. До сумасшествия можно довести звуком человека, оказывается. А можно говорить, настоящие вибрации, исходящее из сердца, это любовь, понимаете. Это восторг, это видение красоты, это делиться чем-то. Услышать свое собственное сердце, а вот этот звук, этот талант, это необычный звук, понимаете. Люди захотят это слушать, все хотят любовь, все хотят счастья, все сами придут слушать. Не нужно наниматься на работу, не нужно торговаться, нужно просто иметь талант. Талант формируется по звуку. Говорите только хорошие вещи, думайте хорошие вещи, позитивно. И делайте хорошие вещи. И вот таким образом мы взращиваем в себя эти способности. Это наука. А то, что мы делаем просто вот эти технологии, телефончики там, машины и все остальное, это протезы к человеческому разуму. Наука должна знать, что есть еще мистические силы. Я сам видел в офисе одном Индии. Я там жил где-то полгода в Южной Индии. В каком-то офисе я был, и это был конец рабочего дня. Я понял так, что эти люди, они подводили какие-то итоги финансовые в конце рабочего дня. Каждый на бумаге, вот выкладывал какие-то цифры и раскладывали на один стол. Там много-много-много цифр. За этим столом сидел какой-то не офисный, знаете, работник, а вот такой какой-то древний сказочный индус какой-то. У него там челмак, какой-то драгоценный камень, такие персты у него, знаете, какие-то одежды. Ну и в сказке мы только такие видели. Вот. И он весь такой, знаете, странный, эти серьги в ушах, в общем, такой он. И перед ним вот эти целый стол цифр. Ну, у них там и компьютеры все вроде есть, но они и к нему идут. Он вот так вот смотрит, вот так взял пальцы, вот так что-то он делал пальцами, касался. Он немножко поддрагивали глаза, вот так он смотрел. Несколько секунд, и он сказал им дебет и кредит. Лучше всякое вычислить на машине. Человек умеет считать. Тут мы обращаемся уже к науке ведической, той древней науке, которая утрачена сейчас, называется нетрадиционная наука, основанная на скрытых способностях человека, вот которые как раз нам нужно раскрывать сейчас, это и будет цивилизацией. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok